Достойный труд каждого Дети и внук Нины Михайловны даже не задумывались над выбором профессии, потому что было на кого равняться. Говорят, своим сегодняшним успехом обязаны семейные трудовые династии, общий стаж которой почти 200 лет. Я работаю в медицине три года. Пошел, потому что было на кого посмотреть, было с кого взять пример. Пошел по стопам родителей и родственников. Три года работаю как врачом, так и преподавателем. Когда еще было советское время, я был ребенком, я часто приходил к маме на работу, и мне как-то все это очень понравилось. Я захотел тоже стать стоматологом. Вот так уж судьба сложилась, что я закончил институт в 2001 году. И начиная с 2001 я остался в стенах родного вуза, защитил диссертацию. Сейчас уже, наверное, около 15 лет я работаю главным врачом в той же самой организации, где 26 лет проработала моя мама. Врачом я работаю больше 30 лет. Почему пошел пойти? Примерно по тем же причинам, что и брат, и сын. Приходил часто к папе в железнодорожную больницу, он работал хирургом, преподавателем Читинского мединститута. И вот, конечно, многие разговоры у родителей, они... Я понимал, что они интересны, и, наверное, человек имеет определенную врожденную склонность к какой-то профессии. И поэтому, в общем-то, большой проблем выбора профессии для него. Нам нет греха, ни моря, ни на суше. Нам не страшны ни дыни, ни облака. Помимо рабочих династий, на площади Ленина собрались трудовые коллективы города и члены профсоюзов Забайкалья. Сотни людей с десятками транспарантов и флагов пришли получить положительные эмоции и послушать поздравления от первых лиц города и края. Дорогие мои, я вас поздравляю с праздником. Желаю вам самое главное – здоровья, терпения. Пусть у вас в семье все обязательно будет хорошо. Я поздравляю вас с праздником, с Первомаем. Я считаю, что это долг нормального гражданина Российской Федерации прийти Первого мая на этот прекрасный праздник. Я хожу каждый год, не пропуская. Мало того, я почетный знаменосец нашей организации. Поэтому, ну как не прийти? Вместе с поздравлениями губернатор Забайкальского края Александр Осипов проанонсировал ряд изменений в заработной плате для бюджетников в этом году. Мы сейчас готовим еще достаточно масштабное повышение заработной платы до конца года. Я думаю, что не позже 1 июля мы значительно поднимем заработную плату для большинства квалифицированных бюджетных работников. И не позже 1 августа поднимем заработные платы для людей, которые получают минимальный размер оплаты труда. Поэтому условия труда, оплата труда, достойность заработной платы является нашей постоянной заботой, нашим постоянным предметом усилий. Ура! С первого мая! Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалье.